Я учился в МУЦА, закончил международные отношения. На данный момент я работаю проектным менеджером в ТЭКБОЛе, это новый вид спорта. Выпускник Global UGRA, также выпускник программы лидерства ProKG, Enactus, также я себя считаю, как бы называю, гражданским активистом, так как очень в многих мероприятиях участвую, социально важную. И также я волонтер, про это я вам как раз сегодня буду рассказывать. Следующий слайд. Вообще, да, что такое программа Global UGRA? Это программа академического обмена студентов, то есть вы по этой программе не работаете, не стажироваться едете, а именно будете учиться. Также эта программа покрывает все ваши расходы, связанные с перелетом, с питанием, с проживанием, покрывает это обучение самого университета, и также будет выдаваться стипендия. Самое важное знать, да, кто может подавать на эту программу. Есть какие-то определенные требования. Первое, это нужно быть гражданином Кыргызской республики. Также важно учиться на территории университета в Кыргызстане. Если вы являетесь студентом в Казахстане или в Москве, учитесь, к сожалению, вы на данную программу подавать не сможете. В этом году разрешили учиться подавать на эту программу с первого по третий курс пока что. Просто в прошлом году третий курсники не могли подавать на данную программу в связи с пандемией. Также у вас должны быть лидерские качества, хорошая академическая успеваемость, это GPA выше среднего балла. Если средний балл 4, то жалбон был выше 3. И также поощряется очень сильно волонтерство. Как раз таки про это я вам буду рассказывать, про свой опыт и зачем вообще нужно заниматься волонтерством. Также нужно желательно знание английского языка. То есть это не должен быть там супер-супер шикарный, но хотя бы на уровне преинтермедиа, выше среднего, примерно среднем нужно знать. Также обязательно нужно быть старше 18 лет. И по требованию программы нужно вернуться в Кыргызстан после обучения в Штатах и прожить на территории Кыргызстана 2 года. Меня слышно? Да, вас слышно. Да, слышно. Спасибо. Также самые-самые основные документы, которые вот нужны для этой программы, ну, об этом часто спрашивают, это написание двух рекомендательных писем и эссе. Я обычно советую писать рекомендательные письма двух категорий. Первая – это академическая, то есть это взять преподавателя с вашего университета, ну, где преподаватель отразит вашу академическую успеваемость, ваши успехи именно в университете, там, участвовали вы на каких-то научных конференциях, или там, какой активностью вы занимались в университете, могут написать. И второе письмо – это не академическое, его можно взять с руководителя, где вы были волонтером или участником какого-то проекта, клуба или организации. И с этой точки зрения волонтерством заниматься, поэтому очень важно, да, об этом чуть более подробно. Также очень ценятся ваши личные инициативы и реализация ваших проектов. Об этом я тоже буду рассказывать в своей презентации. И также написание эссе, двух эссе. Первое эссе будет на тему, почему вы самый лучший кандидат, почему вы подходите на эту программу, или почему вас должны именно выбрать финалистом. Здесь вам нужно будет написать о себе, раскрыть свой лидерский потенциал. А лидерский потенциал, как оно раскрывается, конечно же, через какое-то волонтерство, и в каких волонтерских организациях, в каких инициативах, проектах вы участвовали, и все, что вы посчитаете здесь нужным. И второе эссе – каждый год тема обновляется, могут менять тему. Это каждый участник видит в своем портале, где он создает свой аккаунт. Из выбранных тем вы выбираете одну тему, и вам здесь нужно будет раскрыть тему данного эссе. По тому, как писать эссе в рамках образовательной недели, также американское посольство проводит отдельный мастер-класс, где вы можете узнать, как правильно писать эссе. Я не знаю, вроде это будет в четверг у нас, если я не ошибаюсь, вы можете посмотреть в американском уголке, в инстаграме точную дату. Можно следующий слайд? Волонтерство. Так, это следующий слайд. Я сейчас буду рассказывать про свой опыт волонтерства именно как до поступления на программу Global UGRA. То есть, чем я занимаюсь, какие инициативы, проекты после. Я здесь не включал, а именно чем я занимался до подачи на программу. То есть, самое первое волонтерство у меня началось на втором курсе. Я был участником команды Enactus. Если многие из вас слышали, возможно, даже являются членами этого клуба, вы можете написать в комментариях, я Enactus, какого-то университета, я думаю, будет отлично. И именно здесь я начал свой волонтерский путь и знакомиться с этим путем. Можно следующий слайд? Меня слышно? Вот, вот, сейчас слышно. Несколько секунд назад не было слышно. Можно следующий слайд? Также до поступления, до подачи на программу Global UGRA я был совместно с ребятами из моего университета. Мы организовали небольшую инициативу. Мы ездили в ближайшее село и преподавали английский язык детям. То есть, базовые знания английского языка. Мы им преподавали, с ними какие-то игры, проводили общение. Этот проект мы делали на протяжении полугода. Следующий слайд. Также, ну вот, волонтерство и английский, как это было у меня связано. Были, ну, в мой университет, как бы в этот город, приезжали также иностранцы, проводили летом разные лагеря для детей. Из Гонконга, например, приезжали с университета, политехнического университета Гонконга и проводили проект по повышению здоровья среди населения, именно связанного со зрением. И как раз таки, и были вот на второй фотографии, где дети, это приезжали студенты и молодежь с Америки и проводили летние лагеря. То есть, я опять-таки там, в этих двух проектах был волонтером, но большим преимуществом было то, что я мог практиковать свой английский язык и тем самым, то есть, будучи волонтером, я также улучшал свои знания английского языка. Можно следующий слайд? Также я, то есть, заранее готовился на программу Global UGRAD, как подавать, да, и потихоньку начал, как бы, свой лидерский потенциал улучшать через волонтерский опыт, также участие в разных проектах и мероприятиях. На первой фотографии, это у нас в университете проводился впервые с PELIN-B, это конкурс, где нужно английские слова, проговаривать каждую букву. Это я участвовал в финале, то есть, тем самым, я тоже раскрывал себя как личность, да. И на второй фотографии, так как важно также получить хорошую академическую успеваемость, я старался получать DIN-Slist, это как бы почетная грамота за хорошее завершение учебы там в каком-то семестре. То есть, я это тоже потом в эссе отражал, и в интервью я говорил то, что вот, я планировал, я готовился к программе Global UGRA и улучшал свою академическую успеваемость. То есть, я не просто говорил, но также я это подтверждал фактами волонтерства и какими-то сертификатами. Можно следующий? Меня хорошо слышно, да, всем? Да. Отлично. И также самое большое это создание, реализация своих личных инициатив и проектов. Я тоже заблаговременно, прежде чем подавать на программу Global UGRA, я думал, что какой же мне проект реализовать, что можно сделать. И я долго думал над этим, что делать. Так как я был уже в Энактусе, я понимал принципы Энактуса, то есть, это должны были быть социальные проекты. Я решил свой опыт в Энактусе использовать и реализовать какой-то проект. И этот проект назывался Подушка. Вкратце, суть была в том, что мы шили около 60 комплектов постельного белья и продвезли их в дом престарелых в Кемине. Но мы это постельное белье не просто купили, а мы их доказали у женщины. Вот на первой фотографии видно, как она шьет. То есть, она сама все это, все комплекты постельного белья сшила. То есть, она была и матерью-одиночкой и из села. А как мы знаем, в селе как бы проблемы с трудоустройством. Поэтому мы решили, что этот проект будет социальным проектом, где мы сможем помочь нескольким сразу бенефициарам. Первое, мы, получается, предоставили какое-то трудоустройство, хоть пусть и на короткий срок, этой женщине. И таким образом, как бы, у нее была возможность заработать какие-то деньги. И потом все эти постельное белье мы отвезли в дом престарелых в Кимин. Этот проект был первой моей большой инициативой, где мы вот такого масштаба проект реализовали. Нужно было самим найти спонсоров, партнеров, логистикой, как бы полностью всем заниматься. И совместно с командой мы его реализовали. И мы привлекли как бы инвесторов, нашли, кто смог поддержать данный проект. И около 700 долларов мы нашли. Это в основном были попечители нашего университета какие-то знакомые из других волонтерских организаций из других проектов. А можно следующий слайд? То есть вот на первой фотографии видны комплекты постельного белья. Мы не просто пришли как бы в Кимин отдали это постельное белье и ушли. Нет, также им привезли небольшие гостиницы, мы с ними пили чай, а потом на улице танцевали, сидели, общались, разговаривали, они делились как бы своим жизненными историями, давали какие-то мудрые советы. То есть не только мы им что-то привезли, но также для себя получили их жизненные истории, их опыт и советы. Можно следующий слайд? также вот в конце здесь есть бабушки и дедушки дома престарелых, а также команда, которую я собрал, то есть это была моя инициатива данного проекта. Здесь я бы хотел отметить важность того, что я смог собрать вокруг себя людей и тем самым я реализовывал, раскрывал свой лидерский потенциал. И также об этом проекте, об этой инициативе я писал в эссе и об этом проекте также писали в моей рекомендательном письме. То есть то, что я делал, я писал и также это подтверждалось рекомендодателем, потому что рекомендодателем я советовался по данному проекту, как его лучше сделать, какие инициативы реализовать, то есть она тоже была в курсе. И здесь получается я как инициативу реализовал и вокруг себя другим участникам своей команды инициативы, то есть раскрыть какой-то их потенциал. Для многих из них это был первый дом престарелых, куда они приехали, то есть мы в какой-то момент переосмыслили так скажем про жизненные ценности, что нужно относиться друг другу с уважением, особенно к старшим людям и в будущем, чтобы мы не допускали таких ситуаций, когда наши родители могут оказаться в доме престарелых, это были слова участников нашей команды. Можно следующий слайд? Теперь главный вопрос, здесь должна была быть небольшая дискуссия, можно она сделать? Вот я вам вкратце рассказал о некоторых частях своего волонтерства, участники, кто здесь есть, можете пожалуйста рассказать, почему вы считаете, после того, о чем мы с вами поговорили, я рассказал, почему важно заниматься волонтерством. Есть инициативы желающие, кто может поделиться? Можно я слышу? Аня, смотри. Можно я поделюсь? у кого-то микрофон включен, можете говорить, вас не слышно. Или можете писать в чате. можно говорить? Да, да. Первое это, конечно, знакомство, да, новые друзья, новые адаптации, но есть, да, это как бы по-моему, что понимаете, позвольте лидерские качества, кажется. Спасибо большое, если вы закончили, я прочитаю в чате, люди пишут, что помогать людям, раскрыться лидерский потенциал, развиваться, стать лидером, уметь помогать людям, развиваться с каждым днем, находить новые отношения, служить обществу, раскрыть лидерский потенциал, делать мир лучше, развиваться, развивать новые навыки. Да, всем спасибо большое, развивать осознанность, да и в целом, как вы сами сказали, помогая, вы помогаете себе. То есть, всем спасибо большое, теперь можно сделать следующий слайд. я сделал небольшие выдержки, почему важно заниматься волонтерством. Первое, это развитие лидерства. То есть, волонтерство, реализация инициатив, оно помогало реально раскрыть свой лидерский потенциал. То есть, если я раньше думал, я не смогу реализовать один проект, сталкиваться с какими-то трудностями, потому что я думал, что недостаточно знаний или неуверенности, но именно пройдя весь этот путь, я раскрываю себе лидерский потенциал. Также, это служение обществу. Как вы знаете, американцы, они очень ценят служение обществу, да, и по требованию программы, кстати, там нужно будет заниматься как раз-таки волонтерством в Америке. И если у вас уже есть опыт волонтерства, то вам в этот, как бы, волонтерить в Америке будет намного проще. Также, это новые знакомства. Волонтерство помогает завести новых друзей, с некоторыми, с кем вот мы в волонтерстве участвовали, мы реализовали не только одни проекты, также другие проекты. То есть, в последующем, да, это возможности, то есть, вы можете встретить во время волонтерства там единомышленников и с ними какую-то инициативу или проект реализовать, а возможно даже найти стажировку, если вы студент, и если вы хотите стажироваться, развитие потенциала, то есть, это то, что вы раньше не делали, то есть, вы боялись, думали, не сможете это делать, а именно волонтерство помогает это раскрыть. Там, к примеру, я думал, что я не смогу там управлять финансами и финансовый отчет не сдавать, да, но когда я реализовывал свой проект, я понял, что я смогу взять на себя эту ответственность и все сделать правильно, и тем самым я раскрыл свой потенциал. или вы можете там в какой-то ситуации, там, кризисная ситуация, нужно проблему решать, и вы здесь, у вас начинает раскрыться потенциал, и вы начинаете видеть выходы решений из данной ситуации. Это тоже как бы раскрытие потенциала. Также развитие личности, то есть, каждый из нас является ценным, особым, важным личностью, и чтобы развиваться как личность, волонтерство тоже помогает. Здесь вы узнаете про свои сильные и слабые стороны характера и личности. Волонтерство это дает вам опыт, и также вы можете указывать свое волонтерство в резюме, что тоже очень ценится, и иногда волонтерство, некоторые магистрские программы, если вы планируете подавать, принимают волонтерство как за опыт работы, это тоже важно. Также волонтерство помогает брать какую-то инициативность, а вот вы волонтерите, волонтерите, вы видите какую-то проблему, какую-то ситуацию, вы такие, ой, у вас раскрывается потенциал, лидерство, и вы такие, а давайте еще вот так сделаем, а здесь мы улучшим вот таким образом, то есть, вы начинаете проявлять инициативность, а инициативность это очень ценится. Также это, конечно же, эмоции, воспоминания, то есть, по сей день я вспоминаю или смотрю фотографии моего волонтерства и понимаю, что эти годы были прожиты не зря, у меня есть что вспомнить, очень теплые воспоминания, а также волонтерство это путь, то есть, это процесс, путь не однодневный, а долгий путь, через волонтерство вы познаете весь мир, то есть, если так скажем, да, философски, жизнь, можно сказать, как бы жизни, да, жизнь, это как процесс, а волонтерство это путь, который мы проходим в жизни, да, то есть, большие только философские мысли, если меня слышно, не слышно, дайте мне знать, хорошо, можно следующий слайд, если у вас есть дополнение, почему важно заниматься волонтерством, можете писать в чате, и я буду их зачитывать, так, можно теперь следующий слайд, так, ресурсы и идеи, я сделал, здесь сделал небольшие такие выдержки, да, где вы можете волонтерить, это в основном большие организации, я здесь написал, это Красный полумесяц, Юнисеф, Цель устойчивого развития, ЦУР, и также Энактас, если вы студент, вы можете к своем клубе, в своем университете, точнее, присоединиться к команде Энактас, это очень глобальная, международная студенческая организация, про которую везде знают, если, кстати, если у вас нету клуба Энактас, вы сможете открыть в своем университете первый клуб Энактас, то есть проявить тем самым инициативу, это будет очень шикарным началом вашего опыта, а также вы можете создать, реализовать мини-мероприятия в вашем обществе, это вот, когда я учился, я реализовал проект подушка, постельное белье для дома престарелых, также вы можете вокруг своего общества, сейчас это, конечно, уже немножко неактуально, это было актуально летом, осенью и весной, это экоактивизм, то есть это убрать мусор, посадить деревья, какое-то благоустройство общества сделать, также тренинги вы можете провести, так как большинство из вас уже студенты, вы сможете для своей школы провести там однодневный тренинг на тему экологии, или прав человека, или профориентацию провести, то есть я это говорю к тому, что если вы планируете подавать на программу Global UGRAD, вы сможете это все до января как бы реализовать, да, в течение полтора месяца и тоже указать в своем МСС, что вы провели такую-то инициативу или реализовали такой-то проект, также это вы можете присоединиться к какому-то клубу в своем университете, либо же взять инициативу и открыть клуб в своем университете. Так, это весь опыт мой волонтерства такой, самые такие основные и большие до подачи на программу Global UGRAD, а то, что я занимался таким инициативным проектом после программы, я на данную презентацию не включил, но я, то есть у меня есть еще отдельная презентация по эту тему, но сегодня мы об этом с вами не будем говорить, можно следующий слайд, вроде он последний будет. да, если у вас остались вопросы, мы можем сейчас обсудить, или по следующим детально о программе Global UGRAD, или же о возможностях волонтерства, вы можете написать мне в инстаграм jana.22.22 или на ватсапе и телеграм, то есть я всегда открыт к чату, коммуникация, готов всегда отвечать на ваши вопросы. На этом все, да, презентация, сейчас будут ответы вопросами, да? Да, да, можем обсудить о программе Global UGRAD и о волонтерстве в Цехолом. Так, ребята, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, включайте микрофоны, если не можете говорить, можете в чат писать. Да, здесь спрашивают, можно с 18, обязательно с 18 лет, можно до 18 лет, к сожалению, здесь требование в 18 лет должно быть так, как вы должны быть совершеннолетним, чтобы полететь в Америку, получить визу, вам должно быть 18 лет, то есть не на момент, то есть подача, да, то есть если вам сейчас 17 лет, но, к примеру, так скажем, до мая вам исполнится 18, но сейчас вам 17, вы можете все еще подавать, но именно вот на момент получения документов, визы, вам должно быть 18, если здесь, я так понимаю, Майрам, вам сколько лет? мне в данный момент 16, да, к сожалению, то есть на эту программу вы не сможете подать, но вы можете сейчас начать готовиться и на следующий год подать, то есть у вас будет целый год, чтобы свой лидерство, так скажем, улучшать, то есть на следующий год, если вы подаете, то нам летом вам уже, наверное, будет 18 лет, а я нахожусь в городе Бишкек, а сам учился в городе Токмак. Вы не знаете, к сожалению, там программы, которые можно так подавать? 16 лет. Я только знаю программу Флекс, но вроде Флекс вы уже тоже не успели, да? Вы в каком классе? Или 17? Нет, нет, я Флекс подавала уже, я учусь во втором курсе, к сожалению. В колледже, да? Да, да. А, к сожалению, для колледжа я не знаю программы, на которые можно подавать. Еще я, но я еще 11 класс такой. Нет, я не знаю с колледжа на такие программы, которые можно подавать. В основном все вот такие большие, серьезные гранты программы, они с 18 лет. Можно я скажу насчет Флекс, если вы даже не школьница, а студент, но вам все равно 16 лет, вы можете подать, вам надо связаться с координатором Флекс и этот момент уточнить. Сейчас можно заниматься волонтерством, можете сказать, какие организации, и я нигде не волонтерил, и опыта тоже не нужна, да, и какая организация. Айтурган, вы сейчас учитесь где-то, или в каком вы курсе, вы можете сказать? Здравствуйте, у меня есть вопрос. Если мы в СССР пишем, что волонтер или красный полмесяца, да, и мы должны доказать это, нужно иметь искать, да, или просто можно написать? Если вы волонтерите, то есть, если вы реально волонтерите, да, по факту, вы можете, конечно же, в СССР указывать, то есть, вам там не будет никакого пункта или какого-то направления, где нужно будет прикрепить свой сертификат, там не будет. То есть, если вы реально волонтерите, вам нужно реально писать. И на эту, то есть, во время СССР рекомендательных письмах желательно ничего не придумывать, а реально писать по факту истинно, честно. Потому что сейчас век информационных технологий. Если человек врет, то это можно легко выяснить и узнать. Спасибо. Здравствуйте. Можно задать вопрос? Да. Спасибо в первую очередь за презентацию. Я хотела у вас спросить. Вот заявки есть такой вопрос, где нужно сказать про те хобби или интересы, которые бы мы хотели попробовать в Штатах. Я немножко застряла на этом вопросе, потому что очень много возможностей в Штатах попробовать что-то новое и сложно выбрать что-то определенное. Так как у вас уже есть опыт пребывания в Штатах, какие хобби, какие интересы вам понравились больше всего? Это опять-таки, я бы сказал, зависит от Штата. То есть по этой программе ты не знаешь, в какой университет или Штат ты попадешь, ты только узнаешь, когда ты становишься финалистом. Касательно хобби, я указывал то, чем я уже занимаюсь или занимался, или то, чем я хотел заняться. То есть я указывал здесь рисование, шахматы, катание на велосипеде, разные пешеходные туры. То есть тоже то, чем я уже занимался. То есть я не писал там танцы, потому что я понимал, что я не хочу танцевать, и мне это не очень интересно. То есть я это не указывал. То есть лучше указать, по моему мнению, лучше указать то, чем вы реально хотите заниматься, какое хобби вы хотели бы развить. А так можно, думаю, в интернете погуглить, какие там возможности есть в Америке или среди фильмов, вспомнить фильмы, чем они занимались и написать эти хобби и увлечения. То есть можно написать те хобби, которыми, допустим, я уже сейчас занимаюсь, я хотела бы дальше продолжить это делать в Штатах, правильно? Да, можете так написать. Спасибо большое. Или новые какие-то хобби написать, там, например, чирлидерство, да, у нас его чирлидеров нет, но вы бы хотели попасть там в команду чирлидеров. Хорошо, спасибо большое. Здесь спрашивают, есть ли среди участников те, кто Flex Alumni. Да, есть Flex Alumni, но в программе там уже написано, что предпочтение дается тем участникам, кто ранее не был в Штатах. То есть если, это я опять-таки исхожу из своего опыта и понимания, если среди подавшихся кандидатов, так скажем, у кого, ну, слабо английский будет, не раскрыт какой-то лидерский потенциал, то если среди подавшихся будут Flex'еры, то их могут взять. То есть здесь факты того, что Flex'еры проходили на программу Югород есть. Но, так скажем, возможностей больше тех, кто не был в Штатах ранее. Айтуран, по поводу... Меня слышно? Вас слышно. Ага, Айтуран, по поводу, где можно волонтерить, так вы писали, третий курс в Муке. Я не знаю, у вас в Муке есть какие-то клубы, инициативы студенческие, где вы можете присоединиться, я не знаю. Опять-таки здесь нужно проявлять инициативность лидерства, искать эти клубы. Если у вас нет университета таких клубов, вы можете придумать и открыть какой-то клуб, то есть по вашим интересам. К примеру, если вы учите на факультете юриспруденции, то вы можете открыть клуб по правам человека, да, или же присоединиться к волонтерским инициативам, которые есть. Я думаю, у вас у всех есть социальные сети, очень много возможностей волонтерства есть в социальных сетях. То есть это вот вы можете подписаться, к примеру, на Юнисеф, Красный полумесяц и другие инициативы. И вы можете даже мне в личку написать, я скоро начинаю другую инициативу по юриспруденции, и мне вот нужен будет набор людей в команду. То есть это тоже будет, ну, есть такая возможность, да, так скажем. А можете, пожалуйста, презентацию, мой последний слайд на экран сделать, чтобы люди могли номер или инстаграм записать, и дальше там о волонтерстве, о программе спрашивать. То есть вот, ребята, вот мой инстаграм, и вот мой ватсап и телеграм. Можете писать, и я вам могу какие-то ссылки волонтерстве отправлять, или также вы можете, то есть какие-то вопросы по подаче заявки тоже мне писать, отправлять. Я прошу прощения, это Гульзат, у меня вопрос, Женбек. Да, Гульзат, здравствуйте. Здрасте. Спасибо вам большое за презентацию, очень информативная, полезная. Вопрос по именно вашей работе, где вам сейчас нужны волонтеры. Можете немножко больше рассказать волонтером. Хорошо. Я сейчас, как бы мне передали в управление одну организацию, она называется «Школа права». В этой организации мы будем повышать, так скажем, развитие юридического права в основном среди молодежи, то есть это старшеклассники и молодежь, то есть по правам человека, по какие-то знания про политику, про конституционные законы, как все это должно работать. Но это будет формат, то есть в формате мы, я еще думаю, как это можно реализовать, какие креативные инновационные идеи можно будет придумать, но это будет направление политика и юриспруденция. Это очень вкратце. Означается это, что вам нужны только юристы, студенты, или это могут быть любые студенты? Ну, присоединиться к этой организации... Дженнабек, у вас не слышно. ...любой студент, вне зависимости от тения, от курса, там, возраста, пола, любой человек, кому это... Слышно? Теперь слышно, да, пожалуйста. Ага, хорошо. То есть получается, к данной инициативе, к организации как волонтерам может присоединиться любой человек, вне зависимости от университета, возраста, факультета. То есть если у вас есть желание, вы можете присоединиться и в процессе, в команде. То есть мы будем рассказывать наши цели, ценности, идеи, инициативы. И общаясь с каждым человеком, то есть мы будем понимать, что ему интересно и как он может быть полезным волонтерам в организации. То есть любой человек, именно здесь придя, вы можете тоже раскрыть свой потенциал, можем узнать друг друга. То есть если у вас есть какие-то свои интересы, вы можете их тоже реализовать, какие-то свои проекты, инициативы. А можно спросить? У меня вопрос. Да, да. Меня слышно, да? Да. Я по поводу этого волонтерства. Сейчас можно волонтерить на организацию и успеть до дедлайн. Ага, да, вы можете написать мне на WhatsApp, я с вами свяжусь, и вы можете начать быть волонтером. У меня есть вопрос, да? Если я волонтерировал два года назад, это тоже можно писать в эссе? Да, вы можете писать волонтерцам, которые были там у вас год-два года назад, но это, конечно же, не должно быть там пять лет назад, то есть это лучше всего волонтерцы, которые свежие. Например, если вы там были волонтером в пятом классе, ну, как бы я, ну, как бы здесь я не вижу смысла писать, да? То есть лучше пусть это будет свежее волонтерство, где вы уже как бы получили больше опыта, и вы можете более подробнее рассказать, так скажем, на свежую память, да? И где у вас реально вот вы проявили свои лидерские качества, какой-то потенциал раскрыли. То есть это может быть волонтерство, вот, там, ну, с десятого класса, можете писать. Ага, спасибо. Так, если в чате пишут. Нет, волонтерство не обязательно должно быть там сколько-то часов именно в Кыргызстане, но это не должно быть, ну, волонтерством там выйти на один субботник, на один час. Ну, я думаю, это не такое уж большое волонтерство. Но если вы это делали там несколько раз там в течение года, там, весной, летом, осенью, то есть вы можете написать, что вы там три раза выходили волонтером, там, связанное там с уборкой, там, субботником. То есть, ну, если это одноразовое, то, ну, одноразовое, я не думаю, что такой огромный вес может придать, но лучше, чтобы это было систематически. Да, стипендия, которую выплачивает данная программа, она хватает, потому что грант покрывает расходы на питание, проживание в университете, то есть вам уже там думать, что кушать и где жить, вам не нужно. А эта стипендия дается на ваши какие-то личные расходы, то есть это какие-то, что-то для учебы купить, там, книги, тетради, там, какую-то одежду, да, так как вы там будете, там, полгода, то нужно будет какую-то одежду, вещи личной гигиены, и там на какие-то транспортные расходы, да, буду ездить, там, в кафе пойти и также выйти в стипендию. Стипендий хватает на то, чтобы путешествовать, если правильно управлять ресурсами. То есть вот, когда я уч... Меня слышно, да? Да, слышно вас, говорите. Вот, касательно стипендий, мне кажется, что так как у нас уже питание, проживание, учеба, все было покрыто, то есть стипендий было достаточно, ну, вот, я бы сказал, даже вот среднестатистической... Мы были как бы наравне со среднестатистическим американцем. То есть проблем с деньгами я не чувствовал. То есть этих денег, стипендий хватало спокойно на путешествия тоже. У кого еще есть какие вопросы? Все, нет вопросов? Кажется, нет, да? Ребята, если есть, давайте быстренько задавайте. И если нет, то, наверное, уже завершим нашу сессию. Да, если у вас остались какие-то вопросы, которые вы бы хотели спросить, вы можете, как я говорил, мне потом написать. Они вас благодарят, пишут спасибо большое, видимо, вопросов нет. Всем, кому нужны были контакты Дженебека, надеюсь, все успели сфотографировать, записать, да? И если вдруг у вас потом появятся вопросы, он открыт, оказывается, можете ему писать, уточнять. Ну, ну все тогда, вопросов нет. Тогда всем спасибо большое, ребята. Спасибо большое вам, Дженебек, за ваше время, за вашу презентацию, за открытость. Надеюсь, ребятам было очень полезно, и если ребята где-то что-то не знали, дополнили свои знания, и в будущем подадут, и будут номинантами этой программы. Всем доброго, всем пока. Всем до свидания, всего доброго, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok